ну что дорогие друзья вот мы и переходим с вами от бесконечного трёпа и беспощадного троллинга к делу наконец-то значит наступила глубокая осень и мы начинаем строить байки к новому сезону за моей спиной стоит софтейл всего все того же 2007 года как вы знаете одно тянет за собой другое следовательно мы получили новый проект получили вы кстати наверное уже вы знаете что очень давно вот но сейчас мы активно приступаем к его стройке потому что по нему есть определенные фундаментальные значит вещи которые потребовали от нас достаточно долгое время проработки и определенных финансовых и иных вложений следовательно твинкам 96 на инжекторе вся та же стандартная софтейлская рама и принципе все остальное с нуля так что давайте подробненько поговорим о том что мы задумали и перейдем уже к воплощению всех дизайнерских задумок и изысков я вам рассказывать не буду начнем мы просто с технической базы надо сказать о том что мы здесь будем делать консольный маятник спереди мы оставим классическую телескопическую вилку просто немного ее занизим и сзади мы используем 21 на 260 и спереди 23 на 140 любым любимые наши размеры итак начнем мы с вами с консоли мы делаем схему сборной консоли то есть центральная ее часть будет не из изогнутых труб или сварных каких-то значит нарезанных прутков это будет сборная конструкция из стальных пластин нарезанных на лазере опять же из за того что нижняя верхняя пластина будут из цельного из цельных кусков это обеспечит очень хорошую жесткость передняя часть у нас остается такая же как на стоковом маятнике без изменений опять же это очень про упрощает нам производства данной конструкции и самые еще большие проблемы и трудности конечно возникнут задней ступицы потому что сейчас это так скажем тема для споров во многих и многих мастерских мы ее тоже попробуем изготовить с нуля но об этом поговорим чуть позже вот как я и говорил наша центральная часть нарезанный конструктор это у нас 6 миллиметровая столюга сейчас мы ее начнем потихоньку собирать делать фаски в правильных местах чтобы можно было глубоко провариться вот и ее мы обварим отдельно от основ маятника для того для того чтобы минимизировать поводки уже непосредственно самой конструкции следовательно мы соберем вот эту центральную часть дальше уже когда она вся остынет и будет полностью заварена мы ее присоединим к задней части и к передней части мы с вами четко определяем фаски да то есть куда мы с вами будем заливать материал ну то есть грубо говоря вот мы с вами составляем до 2 пластины так вот у нас принципе здесь уже фасочка снята но она снята именно для того чтобы деталь стыковалась а так у нас видите зазор здесь грубо говоря не получается да то есть нам с вами надо еще сделать зазорчик чтобы максимальное количество материала погрузить но затекло вовнутрь так скажем опять же до обращаем внимание на то что у нас с вами здесь две параллельные плоскости чтобы не геморроиться с доставлением паутинки мы с вами по по точному углу выставим несколько деталей прихватим их и затем уже сможем подставить сюда нашу верхнюю деталь опять же посадить на прихватки и принципе уже быть уверенным что она ну относительно ровно встанет относительно относительно ровно относительно нижней очень мягенькие аккуратненькие точки чтобы они позволяли вам иметь определенные эластичные погонки детали потому что если жирнете придется ломать потому что не сможете поправить рукой как и можно сомневаться ровно что Ну вот и все, в принципе этот каркас позволит нам сейчас просто подгонять пластинки и уже не париться за пободки и все остальное То есть он уже жесткий, его уже не уведет, потому что пластины друг друга сами себя компенсируют И в принципе все, накидываем и дальше у нас отбар Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот в принципе все, мы собрали на точке, конструкция примерно выглядит так Дальше процесс заварки, он достаточно долгий, потому что разом это все варить нельзя Будет очень сильная поводка, поэтому варить придется сегментами, которые более-менее друг друга будут компенсировать И можно варить с разных сторон Вот в принципе и все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok